Книга «Открытым оком», том 26, вопрос 3797, тема литература. «Если вы пишете стихи и проповеди, то, значит, можете и начинающим поэтам помочь в опыте стихосложения. Этому можно научиться или только свыше дар иметь нужно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Уж не считаете ли вы, что я поэт? Мне очень претит такое мнение обо мне, ибо я таковым никак не являюсь. Мне очень хочется донести до людей слово Божие, и иногда через куплеты это удается, и не более того. Никому я помочь не могу и думаю, что этому можно научиться, но только все будет плоским и трафаретным, как в литературном институте. К слову сказать, нигде в мире нет такого института, как литературный имени Горького. Где как бы учат писать стихи, прозу. Когда, изведав трудности учения, мы начинаем складывать слова и понимать, что есть у них значение. Вода, огонь, старик, олень, трава. По-детски мы удивлены и рады тому, что буквы созданы не зря, и первые рассказы нам награда за первые страницы букваря. Но часто жизнь бывает к нам сурова, иному век случается прожить. А он не может значащее слово из пережитых горестей сложить. Самуил Маршак Я слышал не раз, что кто-то пытается в позднем возрасте начинать писать стихи или водить автомобиль. Он обязательно сделает аварию. Так что я постоянно под колпаком у инспекции. Неизбалованный поэт, я в добрый час сверх ожидания. Успел привлечь к себе внимание уже на позднем склоне лет. Благодаря стихотворениям мне посвящается хвала За неподатливость внушением нас усыпляющего зла. Словам забытым, зная цену, да, ничего я не забыл. И суд сограждан не клеймил, меня ни разу за измену. И вот сочувствие мне есть, есть отклик песням запоздалым, Не достает лишь только честь, уколов мне сердитым жалом За верность вечным идеалом. 1893 год, Жемчужников А. В стихах легче избыть обвинение в том, Что нестандартно, что в прозе причислено было бы к ереси. Воображение поэтов заносит иногда в то, чего и не виделось. У меня табу на темы о невидимом, На то, что касается ангелов и прочего, Что запредельно. И это только потому, что побуждаю себя вставать И ложиться со страхом Божиим. Я видел свое погребение, Высокие свечи горели, Кадил, Непроспавшийся дьякон И хриплое певчие пели. В гробу на атласной подушке Лежал я, и гости съезжались. Отходную кончил священник, Со мною родные прощались. Жена в интересном безумье Мой сморщенный лоб целовала, И крепом, красиво прикрывшись, Кузену о чем-то шептала. Печальные сестры и братья, Как в нас непонятна природа, Рыдали при радостной встрече С четвертую частью дохода. В раздумье насупивши брови Стояли мои кредиторы, И были и мутны, и страшны, Их дико блуждавшие взоры. За дверь умолились лакеи, Прощаясь с потерянным местом, А в кухне объявшийся повар Возился с поднявшимся тестом. Пирог был удачен, Зарывшие мои безответные кости Объелись на сытных поминках Родные лакеи и гости. 1859 год, Случевский. Однажды пришлось мне читать свои стихи И в Литературном институте в Москве, Где был тогда руководителем Поэтического семинара Лев Ашанин. И хотя там было много народа И давали только по одному стиху прочитать, Но после прочтения мною одного стиха О цыганском таборе, Только что написанном в вагоне поезда, Меня попросили тут же прочесть Еще стиха три. Реакция зала была очень странная. Лев мне сказал, Как будто у нас форточку открыли, И ворвался свежий ветер. Это все только от того, Что я плыл в евангельских словесах. Нас всех, собравшихся на общий праздник, Как снова учила нынче нас евангельское слово Своей священной простоте, Не утаится град от зрения людского, Стоя на горней высоте. Будь это и для нас возвещено не в суе, Заветом будь оно и нам, И мы в великий день здесь братски торжествуя, Поставим наш союз на высоту такую, Чтоб всем он виден был, Всем братским племенам. 1869 Федор Тютчев Если на мои стихи будут давать комментарии Верующие поэты, То это будут целые тома, И тогда все будет иначе В отношении моей деятельности рассмотрено. Жизнь моя все короче, короче, Смерть моя все ближе и ближе. Или стал я поэтому зорче, Или свет нынче солнечный ярче, Но теперь я отчетливо вижу, Различаю все четче и четче, Как глаза превращаются в очи, Как в уста превращаются губы, Как в дела превращаются речи. Я не видел все это когда-то, Я не знаю, Жизнь кратче и кратче, А на небе все тучи и тучи, Но все лучше мне, Лучше и лучше, И богаче я все, И богаче, Говорят, я добился удачи. А Леонид Мартынов 2 Петра 3, 16 Как он говорит об этом И во всех посланиях, В которых есть нечто неудобо-вразумительное, Что невежды и неутвержденные К собственной своей погибели Превращают, как и прочие писания. 1 Коринфянам 3, 6 Я насадил, Аполло споливал, Но возрастил бог.